Вейкап! С вами я, Вова Кэс. Влад А4 продает свою картину. Даша Граф впервые рассказала правду про своего парня. Почему Юра Хованский оказался в инвалидной коляске. Личная консультация аниме за 500 тысяч. Анастасия сшокировала фанатов своей фигурой. Странная компания в ТикТоке. И неужели парень Катя Адышкина абьюзер? Уважаемые зрители, кто еще не подписался, обязательно сделайте это и нажмите на колокольчик. Тогда будете в курсе лучших новостей. Самое первое. Кстати, вы можете поставить лайк или же дизлайк к этому видео. Я желаю вам хорошего просмотра. Пристегнулись? Погнали. Влад А4 продает свою картину за 400 тысяч. Шедевр этот он нарисовал ногой. Что, безусловно, добавляет ему ценности. Видео-доказательства тоже имеется. Эту картину Влад нарисовал в своем недавнем видео. У меня будет простая картина. А что, я художник, я так вижу. Погнали, я беру фиолетовенький. Мне нужно хорошо пропитать. Вот так. Ну, рисую картину. Я реально так и хотел. Ну, понятно, когда так начинаешь. Вау, ну! Прикольно. Выглядит так, как будто это ногами нарисовали. Состав 100% ноги. За сколько выставил? 400 рублей! Приятный Ильдар подтвердил слухи о расставании со своей девушкой Аней. Говорит, что последние три месяца были напряженные. И он понял, что они вообще друг друга не слышат. Пожалуйста, если вдруг появится какое-то желание написать гадость. Ну, я надеюсь, вы все адекватные. Гадости Ани не писать. Она прекрасный, великолепный человек. Очень добрый, милый и отзывчивый. В последнее время было все на каких-то эмоциях. Пост тоже на эмоциях. Я надеюсь, что со временем я успокоюсь. Аня тоже успокоится. И мы как-то говорим с ней. И может, что-то больше я расскажу. Только не пишите, что вообще не знали, что у Ильдара была девушка. Анастасия сшокировала подписчиков своей фигурой. Настя уже демонстрировала результаты своего похудения. Но благодаря занятиям спортом у нее появился еще и красивый рельеф. Многие пишут, что расставание с Лешей ей пошло на пользу. Да, Насте было плохо. Но прошло время, и она расцвела. Кстати говоря, сам Леша со своей женой Настей переехали жить в Казахстан. Компанию им составили Лиза Мадрид и ее парень. Юра Хованский заявил, что у него отказали ноги. Произошло это в аэропорту Стамбула. Сотрудники сразу же предоставили Юре кресло для передвижения. Многие так и не поняли, что это такое, рофл или правда. Некоторые считают, что Юра прикидывается больным, чтобы откосить от мобилизации. Аудитория вновь не принимает парня Кати Адушкиной. Когда они первый раз начали встречаться, он казался подписчиком слишком старым для Кати. Теперь же, когда они снова вместе, его начали называть абьюзером. Многие не понимают шуток пары. И им кажется, что Серега слишком грубо разговаривает с Катей. Они уже прокомментировали эти обвинения. Моя актерская игра зашла, значит. Ты знаешь, сколько людей мне написали, что ты абьюзер и вообще ненавидишь меня? Не волну, а не правы. Что мне теперь им отвечать? Да, ничего не отвечать. Пускай думают, что хотят. В ТикТоке обсуждают образовавшуюся необычную компанию. Это Ника Глай, Даня Милохин, Карамбэйби и Лиза Анохина. Одни недоумевают, что там вообще забыла Лиза. Другие советуют Карине перестать общаться с такими личностями. Кстати говоря, Лизу уже шипперец Никоглаем. При этом Коле пишут руки прочь. Ей ведь всего 15. Но саму Лизу это не смущает. Она вовсю снимает взрослые ТикТоки. Даша Граф впервые подробно рассказала про своего парня и почему она с ним рассталась. Даша познакомилась с ним в приложении для знакомств. Да, в общем, был у меня парень, с которым мы познакомились в Баду. А мне он так понравился, что у нас так с ним завязались отношения. Парень оказался обманщиком и альфонсом. Выяснилось, что он обманул о своем месте жительства. Изначально у него стояла геопозиция, что он же в Москве, недалеко от меня. То есть там один километр или что-то такое там было указано. Спустя какое-то время оказалось, что он вообще не из Москвы. И я такая типа, чё, блядь? А нахуй ты стояла, что ты из Москвы? И он такой, ну потому что я планирую переезжать. Вот-вот уже перееду. Да и вообще, Дашка везде за него платила и делала ему подарки. А он лишь однажды подарил ей убогий букет цветов. Не дорос до меня, что ли, как бы это ни звучало высокомерно, ну по факту реально. Вообще ничего не хотел делать, он не хотел зарабатывать денег. То есть, как будто бы он хотел жить на моей шее. Подарков он, конечно же, мне тоже не дарил. Он мне один раз подарил какой-то уебищный букет, будем честны. Когда он ко мне приезжал, я ему, блядь, оплачивала такси с аэропорта, блядь, и обратно на ухуй. Я его водила в рестораны, дорогие, я. Я ему подарила айфон. Я ему еще одежду дарила, потому что он одевался как плохо. Мне очень важно, чтобы мой человек зарабатывал хотя бы 300 тысяч в месяц, ну типа элементарно. Надеюсь, в вашей жизни нет альфонсов. В итоге Даша решила с ним расстаться. Как считаете, она поступила правильно? Энни Мэй, которая последний год занимается продажей трусов, лосин и паленых айфонцев, уверяет, что они с мужем вышли на доход 7-10 миллионов. В связи с этим Аня решила продавать личные консультации по бизнесу. Стоимость одной консультации доступна каждому. Всего 500 тысяч. В общем, блогерские курсы выходят на новый уровень. Друзья, после того, как вы все вынесли денег из стратегии, про которую я рассказывал, мой друг записал новый ролик с новой схемой. И пока она работает и ее не спалили, советую скорее переходить и вытаскивать бабки. А то опять не успеете. На прошлое подписчики суммарно очень неплохо вынесли. Пока есть рабочая схема, быстрее смотрите и пользуйтесь. Деньги лишними не бывают, думаю, ни для кого. Каждый из вас может зарабатывать от 3 до 10 тысяч каждый день. Так что кликай вот сюда и начинай зарабатывать уже сегодня. Ссылка также есть в закрепленном комментарии. Поторопись, кто знает, сколько эта тема просуществует. Лучше нажимай на ролик прямо сейчас. Всем удачи, всем пока.